Сегодня у нас 21 сентября 2019 год. Вот мы пришли после храма утречнего. 19 сентября 2019 год. Просмотрят ролики. Размышления есть, конечно, читаешь, иногда мысли возникают, но раз не таких, можно спокойно пости. Мне надо всё это подписывать. Тринадцатого? Нет, не тринадцатого. Когда я пас там? Вот недавно. Так. Сегодня у нас 19 сентября 2019 год. 19 я пас, 19. Вот сегодня я пас у коров, выгоняю сейчас их из стопы. Первый был до обеда, а это после обеда уже. Так, и третья что у нас? Я пас у коров, приехал посмотреть. Это уже с вами. Два ролика получилось. Смотрите. Вот снимаем второй ролик уже. Четвёртый. Это понятно. А я свои ещё не заглавил. А чё у меня тут? 21 сентября. Рождение Богородицы. Рождество Преста Девы Марии. Пришёл в храм, и солнце возошло, и тополя светило. Как, ну, это батюшкина здесь пасту бессловесную. А в храме словесную. И вот как красиво. Так. 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 В годовом круге двухдесятых праздников является... Так. Какие слова он сказал? Евангелие от Матфея, шестая глава. Не можете служить Богу и мамоне. Так. 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 Подписываю. Богу и мамоне. Двадцать пятых, девятьнадцатый. Это я всё разберусь. Вот вчера интересное было, как это занятие. Это мои всё выставляют. Я вчера только увидел... Это показали мне тут новое. И является и Лапкина, и Игнатий, вопрос, миссионером. И тут выступает. Создать, написать там по двоим именям. Официальная страница как бы. А ничего нету. Так, вот. Проповедник, 80-летний YouTube-блогер. Как устроена самая медийная религиозная община России. Какие? Ну, разные-разные. Проповедник. Вот он, 80-летний блогер. Вот, медийная. Враньё. Берут что? Ни одного правильного слова нету. И показывает епархия. Какая там метрополия Киргизстана. Что я проповедую обрезание. Обрезание вместо крещения. То есть, надо жидовствующе меня сделать. Ересь такая. Ну, это явное дело. Епархия пишет. Я проповедую обрезание. Может быть, я говорил, когда надо показать. Если обрезан, значит, ну, показать, что тут. Всё показывает-то. А могут это? Нет. Ничего нет. Другой выступает. А вот я, вот у вас было архиерейское служение здесь, Снегов. Снегов фамилия его, Николай. Только показали мне, говорит, а не Снегов. Это Суртаев Николай, Горный Алтай. Я его адрес. Я его адрес точно называю, тут всё показываю, где. А почему? Нафанаил писал опровержение его статьи. И во втором томе, кажется, или в девятом томе всё это показано, где. Так он что? А вот архиерей был, служил, вот сейчас, 16 сентября этого года, 19-го. И нигде, ни разу в богослужении, на литургии не помянули имя правящего архиерея Сергия. Ну, маленько думает или нет, что говорит-то. А староста бывшей церковной. Ну, даже, вот почему Сергей Козлов, Сергей Георгиевич, парализованный. И он говорил, вот в интернете, где ни возьми, одни брехуны. Одни брехуны, брехуны, брехуны. Вот его Виталий, да, беседовал, ролик записал, как на Игнатия вышел. Говорит, а везде брехуны. Говорит, а в друг кем-то столкнулся, я сейчас почувствовал. Говорит правду. Не в свою пользу, говорит. А когда стал смотреть книги, всё, что про него говорили, плохое, он всё это публикует. Я спросил тоже, наверное, за что. Для чего? Он говорит, я уважаю свою паству. То есть, не паству, там, слушателей, считателей, зрителей. Я пишу, как есть. Если я проповедовал где. Вот сейчас ни разу нигде он его слушал, нет. Он приехал со священниками, с диаконом, немолодым. И они бы служили литургию и не помянули правящего архиерея, который служит здесь же. Но это даже безумием нельзя назвать-то. Притом архиерей сам произносит патриарха Кирилла, и потом произносит там североамериканского русской православной зарубежной церкви первосвятительного Иллариона. А дальше диакон. Метрополита, Сергия Алтайского, Барнаульского. И это раза три во время богослужа. Он говорит, этого нету. Нету. Народу было мало. То есть, презрели, не пришли на службу. У нас нет этого. В первую очередь, молодежь вся в городе. Учатся уже 10-й класс в городе. Ну, возьми, двое у диакона, оба в городе. Исааки этот в городе. Терентия тоже, этот, Иеремия. Ну, а тут старообрядцев сколько им запретили к нам ходить, потому что мы еретики. Московскую патриархию они не признают. Со старообрядцами особый разговор. От кого они приняли там в России? От греков. А 180 лет-то не было. Как во все дни до скончания века, Господь. А у них 180 лет нигде не было архиерея. Ни одного. И вдруг один появился. От них берут, и их же зазирают. Ну, то есть, брехуны и брехуны везде. Вот. Он очень точно выразился. Третье какое там. Вот. С чашей вышел священник, и никто даже не поклонился. Неправду у нас всегда кланяются. Здесь, если было, выходили. Я стоял с аппаратом, Володя снимал. Тут я и не мог аппарат. Ну, то есть, неправда. Неправда. И вот какое ни возьми слово. Почему? А потому что это их кровь. Ложь это их кровь. Всякая ложь от дьявола, отец дьявола. Я выступал, когда в печати очень много. Три радиопрограммы. А он как-то узнал, это Снегов подписывается. Суртаев Николай. Он говорит, вот тут я неправ был, тут мы неправильно, тут неправославно. То есть, ну, брешет просто, брешет. В наглую, в наглую где-то. Я ему опровержение не давал. Опровержение на Константина Юрьевича Душенова написал. Напанаил, тогда был я романах, Напанаил Судников. Каждую фразу его берет и рассказывает. А этот-то совершенно... Что-то там, безумный совершенно на меня, совершенно безумный. Он его доказывает. Как? Это можно даже показать, где. Это как понимать? На каком он основании говорит? Да не на каком. Просто брехуны и все. А Анафанаил говорит и перечисляет, как я был в тюрьме, везде обращались люди. И никуда-то шли в православную церковь. Это как понимать? Это ему понимать не надо. А то он, ну, как говорят, брешет и не отплевывается. Вот здесь я хочу показать одно. Ну, допустим, у нас служит архиерей. Они на него нападать, митрополит. Если мы сектанты, еретики, то канонов, каждый вселенский почти собор говорил, с ними молятся, служат. Его отлучать надо, сам снимать уже все, он уже не архиерей. Они не решаются, потому что никто не будет слушать. Тем более священники, которые приехали, тоже так. С секретарем приехал тогда Деляев Сергий, тоже. Филарет, там, я не знаю, кто он, яромонах. Это тоже группу семинаристов привез, хористов. Их всех отлучать надо. Ну, они запоролись с ложью, с брюхунством, не знаю, что дальше говорить. А я вот как раз хотел показать здесь попутно. Вот, Покров такой есть. Кэлэмэнэо. Вот, вот, вверху написано, ну, как ссылочку сделать. Московский партиархат, студенческий журнал Покров, Барнаульской духовной семинарии, номер 9, 2016 год, страница 34. Это тоже их надо за ушкода на солнышко. Кавычки открыты. В начале 1990-х часть приходской общины переселилась в Мамовский район, в село Потеряевку, где основали новую приходскую общину во имя священномученика Анфима Никомедийского. Ну, и дальше он перечисляет, что есть. После подписания акта, так, вот, в составе РПЦЗ протеерей Аким Лапкин являлся участником 4-го всезарубежного собора РПЦЗ, проходившим в городе Сан-Франциско с 7 по 14, 2006 мая 2006 года, ставшим одним из решающих шагов к уврачеванию разделения между двумя частями Русской Церкви. После подписания акта о каноническом общении, восстановления единства внутри Русской Поместной Православной Церкви, пользуясь нормами приложения к акту о каноническом общении, приход сохранил свою юрисдикционную связь с РПЦЗ, не входя напрямую в подчинение Барнольской епархии. В подчинение. Вот они не понимают, что такое подчинение, потому что там находятся, а мы знаем, что такое, не входя в подчинение. Несмотря на то, что время, определяющее переходной период для российских общин РПЦЗ до 17.05.2012 года истекло, приходы в городе Барнауле в селе Потеряков фактически поминают за богослужением святейшего патриархи Кирилла, когда представитель РПЦЗ, митрополита Илариона. Если мы к ним не относимся, а вот каждый год 3 июня был здесь, и 16 сентября, митрополит, он член синода, кажется так, имея при этом полное общение с Алтайской митрополией, крестовозвижский приход города Барнаула и община села Потеряевка являются уникальными и своеобразными грехотскими общинами. Члены общин придерживаются многих благочестивых традиций, свойственных старообрядцам. Мужчины не бреют бород, остригают волосы, носят рубахи на выпуск с поясом. Женщины также не носят обтягивающих и тесных одежд, носят платки. В общинах строго поддерживается древнерусский, нравственный и бытовой уклад. Многие семьи многодетные. Старостой этих общин является родной брат протеерея Акима Лапкина Игнатия Тихчелапкина. Барнаульская, да. Известный православный миссионер, объехавшись проповедями в дальнем зарубежье. Миссионерская практика Игнатия Лапкина вызывает разную реакцию. Однако можно уверенно утверждать, что благодаря его миссионерским и апологетическим трудам к православной вере пришли тысячи людей. Кто это пишет? Доктор богословия, кандидат юридических наук, профессор кафедры истории церкви Черновинского православного богословского института, наставитель храма Святого Луки города Норильска, священник Павел Бочков. Значит, и Павла, этого доктора богословия туда же надо. Ну, то есть, ну, лжец должен иметь отличную память, а у него никакой нет памяти. Нам надо помнить, как соврал и как на самом деле было. Вот, допустим, документы я сейчас покажу еще. Так, где-то тут есть преображение. Вот и заставка. Так, пожалуйста, вопросы по Теряевку. Как же оно называется-то? Митрополит, наверное. Обремление. Виталий Игнатий. Ага. Ну, это... У меня благословенная грамота. Вот какая. Я, ну, тут я показываю, что вверху видно, вот, видите, бланк. Крестик. Зарубежный собор. И еще пишет. Вот Кирио Пасха, строитель на Лапкино Игнатии. Так, Игнатию Тихоновичу Лапкину. Преподается нами Божие благословение на всестороннюю миссионерскую деятельность тире проповеди Слова Божия защиты и укрепления веры в Российской Православной Церкви. Митрополит Виталий. Вот его печать. Ну, чтобы было видно, могу еще сделать. Виталий. Первый раж русской православной Зарубежной Церкви. Архиепископ Нью-Йоркский, Восточноамериканский, Архиепископ Монреальский и Канадский. Вот сейчас там как раз Иларион. Тогда он был секретарь. Да, но это не все. Это Полит Сергий. Так. А вот интересная еще печать. Интересно. Министерство культуры Московской области. Ну, тут адреса. Тут сейчас не увидишь, наверное, уже. Батуйгина ответили. Уважаемый Михаил Сергеевич. Министерство культуры Московской области рассмотрено ваше обращение о книгах Лапкина и Т. Переданных в муниципальные библиотеки Московской области. Принимаю во внимание то, что эти книги находятся в свободном доступе в российской государственной библиотеке имени Ленина в Москве. В свободном доступе в исторической библиотеке в Москве и парламентских библиотеках. То есть справки навели. А также то, что библиотеки обязаны соблюдать конституционные права граждан. В частности, свободно получать информацию любым законным путем. Министерством культуры Московской области в адрес руководителей органов управления культурой муниципальных районов, где расположены указанные в вашем обращении библиотеки, направлены письма с рекомендациями принять меры по урегулированию сложившейся ситуации. А что это за ситуация? О чем? Ну, там они принимать не стали. Принимать не стали. Вот тут нам. Заместитель министра культуры правительства Московской области Горушкина С.Н. Подпись здесь. И тут еще дальше что-то есть такое. Вот. Это документы. Вот она, Горушкина. С чем я занимаюсь, сижу. Так. Митрополит Виталия. Еще. Что тут? Так, и дальше. А, что-то я тут не увидал, где стихи. Подожди-ка минутку, документы. Ба. Сергей, Митрополит. Народная линия. Вот. Народная линия. Митрополит Сергий. Московская патриархия. Главному редактору русской православной народной линии. Степанову. Анатолий Дмитриевич. В ответ на ваше письмо о деятельности Игнатия Тихоновича Лапкина. Сообщаем следующее. Игнатий Тихонович Лапкин состоит в молитвенно-каноническом общении с православной церковью через Барнаульскую епархию. Как обычный мирянин. Он ревностный православный христианин. Не эритик, не сектант. Проповедник и исповедник. Вот все интересно, что подчеркнул. Догматических и канонических нарушений у него не обнаружено. Под церковным судом не состоит. Как обыкновенный гражданин он имеет право на организацию лагеря и иную законную общественную деятельность. А эту сторону деятельности регулирует совесть и соответствующие органы государственной власти. Игнатий Тихонович Лапкин человек твердых убеждений. Пожилой. Что требует уважительного отношения к нему. С уважением Сергий. Митрополит Барнаульский. Алтайский глава Алтайской митрополии. Ну кто-нибудь скажет, да мало ли что написать надо. Нет, так не пойдет. Вот. Мало ли что написать. Я открываю дальше. Вот оно, пожалуйста. Это взято с бланка. Вот и дальше я буду, оно будет подниматься. Русская православная церковь. Московский патриархат Алтайской митрополии. Барнаульской партии. Главному редактору русской народной линии. Вот оно все. То же самое, считай. Где-то тут я не вижу. Куда оно делось. А, тут побежка-то нету. Она просто занимает. Увеличить я не могу больше. Вот видно, что митрополит Сергий. А теперь я увеличу, чтобы можно было... Вот. Ну, то есть, то же самое, только перепечатано, чтобы можно было смотреть. Так это не только это. Тут сколько еще богослужений, литургия полностью. И вот, если бы они хотели что-то сказать, помочь им, как-то по любви, а то этого нету. Вот как раз вчера мне, я не знал никогда про это. Вот это что же тут такое. Сейчас я открою. Вот они, вчера, вот, это выставил. Вот я тут сижу. Вот как раз сижу здесь, где вот сижу сейчас. Ну да, зеленая дверь. Вот так. Кто такой, знаете, Лапкин? Это я на площади выступаю. Как устроено в общеже. Володя с велосипедом. Вот Галя тут. Лакая. А Викитов. С Виталием беседуем. Потеряевский устав. Молимся. Дойдя на Дональда, чтобы мы молимся, чтобы Господь сохранил от покушения. Критика в мой адрес, которая... Вот. Детский лагерь. Вот это маленько тут что-то есть. Это такое редкое, чтобы... Вот. Теперь я посмотрю. Где-то вчера тут было. Прямо на палитах. И... Епархия. Аня перетаскивает мои ролики сюда. Изучение Библии по толкованию. Занятия о городе. Это мои все. Занятия. Разбор лживых выпадов. То есть... А вот этот как раз Николай вот. Лжет в группе ИТ. Взял свою фотографию эту. Суртаев. И вместо Семенова к Семенову туда. Вячеслав. А ему прилепил свою фотографию. А теперь говорит там так. Там мне сообщают. Ну, что сделаешь. Перетерпим. Переморщимся. Вот. Где-то тут такое так было. Страница без какого-то... Который... Согнать. Всяческие письма якобы... От его лица. Вот тоже. Это вчера новое мне подкинули. Наши знакомые. Ну, это... Страница открыта. Это... Ну... Как бы от моего лица. Значит, чего-то стоим, что столько... Разного везде. Подписываются. Я бы неоднократно это видел. Вот. Православным миссионером. Является ли? Вот я... Где-то и киргизскую надо найти. Вот она. Бишкекская и киргизская епархия. Является ли Игнатий? Каким-то, таким-то. Отец Димитрий, скажите. Нет. Не все то золото, что блестит. Можем узнать секту. Хотя и маскирующийся под православие. То есть он не видел, не встречался, ничего. Но другого у него нет. Почему дух лыжи в нем живет? Ему первый раз задали вопрос. Киргизская вообще где далеко? Другая страна. Но отвечает так. А это... К личности ее лидера как относится? Если уважает, значит, это плохо. Вот. Касается первого признака. Безусловным авторитетом. Да-то плохо, что безусловным авторитетом. Сумасшествие какое. У церкви никогда не было такого положения, презрения, чтобы к ней было, как Андрей Кураев пишет. Было гонение, были аресты, но чтобы именно презираемая была. Как какая-то блудница, крохоборная, обманщица, пьяня одна. Это все сегодня. Это Андрей Кураев перечисляет. Гомосексуализм. Сверепствующий. А теперь они именно меня. Второй признак. Игнатий Лапкин, хотя и признает на словах авторитет от Субстерки, а на деле игнорирует их. Я отрицаю и игнорирую. Понимаешь, они для меня открытие делают, про меня. Он утверждает необходимость ветхозаветного обрезания в Новом Завете. Ну, еще я могу на это сказать. Ничего нельзя сказать. И вот сколько таких брехунов мне пришлось, как они говорят, забанить. Ну, не люблю это слово, но закрыть, в черный список занести. Больше десяти тысяч. Я когда сказал, так ахнул архиерей, даже глядит. Я говорю, больше, чем у на патриархе Кирилла, на Путина, на Медведева вместе взятых. А почему? С чего-то стоим. Зачем бы такие силы задействовали? Я знаю, что платят большие деньги тем, которые денно и ночно выбирают что-то, клепают. Вчера я новое все узнал. Этого зовут-то так. Как его фамилия-то сейчас? Вот он идет, Габашев. Габышев или как? Саман Габышев. Так-то бы я откуда этого узнал? Александр. Александр. Понятно. Почему Александр? Ставят американцы фильм «Антихрист». Три с половиной года будет. Звать его Александр. На меня нападает подряд. Подряд. Притом бешено нападает. Лгут непрерывно. Там здесь муха Александр, синицкие Александры. И все Александры одни. Что это? Я пока не знаю. Даже друзья, которые были близкие, и те всячески клевещут. И почти все Александры. Виктора ни одного среди них нету, которые здесь. Один там в Америке есть, и больше нет ничего. Почему? Что-то за этим есть или нет? Не знаю. И вот здесь я хотел показать как раз, с чего начал-то. Даю название. Вот что у него здесь есть? Святой Антон Златоуст. Мне это не понравилось сегодня. Батюшка читал. Концовка не Златоустова. Это означает оборвал. Оборвал. То есть литургию нельзя тронуть Златоуста. А от литургии никто, ни один человек не покается. А она для святых, для избранных. Это голос неба. Так можно назвать. А проповедь, которая его обращает. Из мертвецов делает живыми, из волков овец. А можно ее не считать. У нас много Златоуста считает. И занятия идут. И у нас насчитаны 12 томов. А батюшка раз и куда-то торопится. Или что, оборвал. Притом не один раз уже. Я как-то выговаривал при архиереи. При архиереи Глушков считал. Он вышел, оборвал его. Я говорю, архиерей будет говорить полчаса. Сейчас ты будешь молчать. А это всего ничего. И тут надо оборвать. Шон родной, брат, священник. Не важно, я имею право сказать. Я не настаиваю. Не сказал Глушков, ладно, не обращай внимания, читай. Я же этого не делаю. Но я комментирую. Иоанна Златоуста проповедь не ниже литургии. Никак. А почему? Потому что проповедь его обращает. А литургия прославляет Бога. Она практически-то для святых написана. И же херувимы. Тайна. То есть мы из себя представляем херувимов. Выше этого уже ничего нельзя сделать. А Златоуст говорит, чтобы обратить человека к Богу, к рождению свыше, нужны тысячи талантов. Ни один, ни два, ни две тысячи. Тысячи. А чтобы священнику крестить кого-то, не надо ни одного таланта. Ну, хоть бы один, ни одного. А зачем ему? Литургия, крещение, он по бумажке высчитывает. Все у него. Хор поет. Никто не обращается. Столбушки стоят. Это я все попутно говорю. И вот сегодня я, как всегда, сел здесь посмотреть, что тут делается. Вот заходят. Я читаю Златоуста. Сквернят. Дети там от комаров снятость обедают. Красота. Другие заходят. Сколько всего у вас. Сколько добра. И мусульмане. Эти дети эти будут, воевать не будут с нами. Это люди хорошие. Заходят вот эти нанятые лжецы, брехуны. Всячески поносят. Секта. Это какие же это родители. Да что ж прокуратура этим не занимается. А то вот у меня когда нападало, здесь Роспотребнадзор, ну, сильно сказать, трепали. И даже вышедший из нашей общины, Волков Вячеслав Сергеевич, тут же сразу выскочил. Так их, давите их. Там с Америки, там увек не надо. Бывший баптист, а признает, что они церковь. Я сказал, он бешеный кинулся на меня. И тоже. Да давите его, это упырь это такой. Ну, не верующие этого не говорят. Не родители, никто. То есть, берет семь злейших и поселяется. Я в это верю. Им какое-то я зло сделал. Нет. Роспотребнадзор требует помощи. На их стороне суды, прокуратура, полиция. Все на их стороне. И они еще векают со всех сторон. Почему? Велика ваша награда на небесах. Запятая. Ибо так гнали пророков бывших прежде вас. Нам удивительно, пророка Илью гнали. Да не может быть. Гнали. Через всю страну убежал. И только в старепке Сидонской голову склонил. Вот как. Даже не верится, что Иеремию и Исаию могли бросать в грязь, перепиливать пилой деревянной. Вот так. И вот сегодня я где говорю, меня спрашивают, я отвечаю. Вчера вот они выставили материал. Я вам могу даже показать. Церковь. Кажется, минуточку, подожди. Церковь и цифры. Статистика. Или в православии. Ну, мне трудно тут искать колонны. Опа. Православие в цифрах. А вот оно где. Почему в России 70% православных и только 3% церковных людей? На что это влияет и как изменить ситуацию? И вот они здесь все. Все описали. Здесь не только описали, но разные таблицы выставили. Вот они где. И это себе перетащил этот... Сейчас я покажу, кто... Попутно даже глянул только. Вот. Это у меня... Мой мир. Я на эту статью, мне указали, дали свои сообщения. Вот оно. Сообщение. Что-то не сработало. Вот так. Вот этот сайт к истине. Вот он где. Я к нему вернусь. Вот он к истине. Почему в России 70%? Это Максима Степаненко. Миссионерско-апологетический журнал. И вот выступает священник, он написал это. Николай Емельянов. Про... То есть протоиерей. С крестом стоит. И вот они идут здесь. И вот здесь семья, социум, церковную общину, включённое человека. Кто? Исповедь при счастье. От этого никто не обращается. Ни через причастие, ни через их. Сколько в среднем длится истовать одного человека? Студентов, семинаристов по разным храмам в Москву разослали. Они стояли, смотрели, слушали, записывали. Ну, какое отношение? Это вот дальше. В каких странах? Сколько человек как бы верующие? Ну, работа большая. Вот. И сколько из них такие-то такие? Священников на тысячу, на десять тысяч человек. Полицейских на десять. Врачей на десять. Ну, вот таблицы составили. В какой стране? Колумбия, США, Германия, Россия. Россия вон как. Что это? Полицейских больше всего. Дальше. Православие в России не влияет на практике ценности населения, выводы. Ну, вообще здесь видно, что работали. Работали над этой статьёю. Ну, ладно. Они работали, а мы её посмотрим. И вот я отвечаю. Статья чиновника в рясе. Мёртвая схоластика на кладбище. Ничего духовного нет в помине. Вот то, что он там опишется. Ни слова о Христе Иисусе, о рождении свыше, о водительстве Духом Святым. Этот священник ничего об этой области очень похоже на то, что не слышал. И потому сказать ничего не мог. Слово Библии вообще тут неприемлемо. Если кто ревностен, то это готовый кандидат в сектанты в любые, чтобы только активность там была. Ни с одной книгой Нового Завета нельзя сравнить употребление слов. Оцерковление. Одно из самых популярных слов из гнилого арсенала мертвецов. Проценты, посещаемость, частота исповедей. Другая шелуха церковная. Заполнившая всё, начиная с торговой точки. Часто и ни одной в любом храме. Денежный ажиотаж. Поборы и партии с приходов. Вертепный дух. Расхлябанность. Нелюбовь к священному писанию. Полное попрание канонов. 413 из 700 действующих на бумаге. Натуральная безнравственность. Греховная погибельная жизнь. Всё, что нужно обязательно делать, это благовествовать о любви Божией, о смерти и воскресении спасителя Христа. Тут, в эти таблицы, и не может быть хуже. Без страха Божия публикует такой мертвящий материал. И никогда, и нигде ничего от этого исследования не может измениться. Нигде и ничего. Иоанн 15.3. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Через неисповедь, через слово. Нигде этого нет. Евреям 1.3. Сей будущее сияние славы и образы постаси, выдержав все словом силы своей. Совершим с собой ощущение грехов. Христос с собою. Собою на Голгофе. Воссел Одесной и Престол и Величие на высоте. Это я вчера такие ответы давал. Ты вчера меня тут, можно сказать, освободил от всякой работы. И я успел много писем ответить. У меня тоже тут. Не успевая. Когда по скайпу, тут я могу многое сказать. А тут вот женщина вчера заходит одна. И она интересна. Я бы даже прочитал здесь. Посмотреть где-то. Сейчас, минуточку. Все, мне тут опять надо вернуть назад. Мой мир. Так. Елена. Вот. И вот она пишет. Какой у нее страх везде. Вот. Спасибо, Господь, за ответ. Вот о чем. С детства еще где-то лет с трех, сколько себя помню, у меня бывали приступы беспрещинного страха. Они быстро проходили. И было их немного в подростковом переходном периоде почаще. Родители водили ко врачам, но у меня не находили отклонений. Может, из-за трудностей детства отец был атеистом, пил, бил маму и меня. Не давал носить крестик. Потом много лет приступов не было. Закончил институт, вышла замуж, родила сыновей. Когда младшему было 3-9 месяцев, а мне 24 года, меня опять накрыло. Приступы беспрещинного ужаса, тоски, мысли о суициде. Жизнь покончить. С вызыванием скорой длились где-то год. Потом постаралась взять себя в руки, вышла на работу. Ну и дальше она вышла второй замуж, там кто-то другой. Вот я и отвечаю просто. Вопрос 409. Если ребенок боится темноты, что делать? А то мне вопрос задают тоже от страха. И нужно ли ребенку покупать игрушки? Открытым оком Том 1 Игнатий Лапкин. Ответ. Темнота пугает не только ребенка, но и закаленных воинов. Темнота есть неизвестность и прообраз будущей муки. Это я отвечал когда-то, а это я к ней копирую. Это одна из египетских казней. Это иногда бывает полезно, чтобы мы желали находиться во свете со Христом. Ибо Он есть свет неведения и тьма сродственны. Ребенку нужно разъяснять, не жалея времени, насколько осторожен нужно быть в темноте. Не упасть, не разбиться, не погибнуть. Если же он боится темноты в собственной комнате, то старайтесь чаще выключать свет и побыть с ним. Подходить и ощупывать предметы, которые вызывают у него страх. И все это делать с молитвой. Примудрость Соломона. 17.11. Страх есть не что иное, как лишение помощи от рассудка. Страх рождает чудовище. Сказки, фильмы, ужастики, компьютерные игры – наилучшая питательная среда для того, чтобы сделать ребенка трусливым, нервным, психически неуравномешенным, болезненным, неполноценным. Классики описывают случаи, бывшие с ними, как они на спор ночью ходили на кладбище взять положенную там днем вещь. Без света ночью одному мыться в бане. Темнота закрепляет в ребенке надежду на Бога. Навык обращаться в молитве к ангелу-хранителю. Не держите ребенка в тепличных условиях. Могу поделиться своим опытом. Она говорит, ну в вашей жизни было так, что страх был, можете поделиться. Я пишу. Однажды, в пятилетнем возрасте, когда я спал на полу, проснувшись в лунном свете, я увидел что-то страшное черное под лавкой и громко закричал. Проснувшийся отец вместе со мной добрался до этого черного, дал мне пощупать двухведерный щугун и вывел на улицу. Рядом с домом в загородке находились овцы, которых он пас более тысячи голов. Еще с вечера я видел, как отец заряжал патроны без дроби для отпугивания волков. И он мне пятилетним удал выстрелить в ночную темноту. Она навсегда была для меня расстреляна, и больше я никогда не боялся темноты. Точно так было у Хаджи Мурата в рассказе Льва Толстого. Или еще. Мне было 26 лет. Жил на квартире в Искитиме у Захаровой и у Литты Григорьевны. Они только что построили большой пятикомнатный дом. И ее семью накрывает волна трагедии. Пятикомнатный или пятистенный, сейчас я не знаю. Восемнадцатилетнего сына Колю по халатности прораба убивают на стройке. Второй сын Гриша лезет в петлю, его с трудом и спасает. Дочь уходит замуж за пиццер и уезжает в Болгарию. Мужа зарезали на операции. И последний сын женится. Попадается лихая сноха. И Дикова встает против свекрови. Они уходят из дома и она остается одна. Когда она меня взяла на квартиру, дом был полон стуков, шорохов, каких-то движений. Так, сейчас покажу. Вот так. В это время я усиленно занимался изучением Библии и конспектирую Яна Златоуста. Зима, в комнате тепло. И вдруг, как будто кто-то подходит ко мне сзади, будто, и сжимает меня за плечи. И мне как бы слышится голос, не выключая свет. Я сразу нападу на тебя, ты сойдешь с ума, бросишься в окно. Холод пробирает меня. Двадцать шесть лет. Я сразу же становлюсь на колени и молюсь за тех пор, пока внутренний свет не прогоняет эту тьму. И так несколько раз за один вечер. Ложусь спать после молитвы, еще раз считая, да воскреснет Бог. Но над всем преобладает мысль. Не выключай свет. А я отвечаю, да не будет, по-твоему, дьявол. Выключаю свет и через пятнадцать секунд полностью засыпаю. Сарай с углем и дровами стоит в долине в огороде. Отныне я никогда не включаю свет. Все делаю на ощупь, в потьмах, считая молитву. Полная победа по сегодняшний день. Родить и воспитать ребенка – это не одно и то же. Родить его духовно. Покажите ему великое звание христианина. Да будет это смелый боец, воин Христа от юности с младенчества. Игрушки ребенку нужны, но самые дешевые и простые. Жизнь – не игра. Уничтожьте все сказки. Учите его Евангелие. Преищайте его в подвижные игры на свежем воздухе. И не последитесь в них поучаствовать сами. Вы никогда не пожалеете о потраченном времени, проведенном с ребенком. Поспешите, поторопитесь установить алтарь Христа в его душе. Поднимайте его как можно раньше, желательно в пять часов, и чтобы он участвовал с вами во всех ваших работах. Душа ребенка – чистый лист. Не давайте дьяволу засевать его своими «злаками». Дети, воспитанные во Христе – вот единственная национальная идея, которая могла бы поднять Россию и сделать ее великой и славной. Но, увы, являясь создателем и начальником православного детского лагеря Стана, вот уже 28 лет тогда, вот теперь 45-48, я вижу, как год от года деградирует нация. И что всего ужаснее – самые негодные дети из христианских семей, злобные, ленивые, обжоры, лукавые и лживые. На помощь, что вы надеете, Господи, бытие 49-18. Вот один ответ – это все писать надо было, что-то скопировал. Вот я это показал. Все. Ну, все, слава Богу. Спаси, Христос. Ну, давай дальше сейчас посмотрю, я еще заложу. Спасибо.